Steam Race Master представляет обзор третьего этапа Формулы 1 2011. Гран-при Китая. Гаснут стартовые огни, стартовая решетка на ваших глазах. Обладатель полупозиции Дмитрий Мелькин срывается на своей Феррари F-150 и возглавляет гонку. Позади вы видите борьбу боку, бок Феррари, Мерседеса, Макларен, Илья Гусь, Андрей Васильчук и Рикардо Росов, глазами которого вы сейчас видите по второму элементу. Илья Гусь лучше здесь стартовал и вышел на вторую строчку. Рикардо Росов атакует Андрея Васильчука, но так и не удается. Он поздно тормозит и пропускает вперед других пилотов. Рэдбул Андрея Концевенко сначала и вот сейчас заубер Романа Щербакова. Более того, идущий позади Александр Аноки на втором Рэдбуле также атакует Макларен Рикардо и проходит вперед. Рикардо отказывается сразу на седьмое место. Конец первого сектора. Шпилька и Феррари ведут борьбу бок оба. Дмитрий Мельхин немножко ошибается, но пилоты-напарники не стали доводить здесь до крайности. Сейчас приоритет у пилотов итальянской команды это набор очков в кубах конструкторов. И они маленько себя ограничивают, ограничивают свои амбиции в борьбе друг с другом, дабы обеспечить лучший результат команды. А позади сейчас Роман Щербаков выбивает. Выбивает Андрея Васильчука, не ждет его, пропускает вперед Рэдбул Александра Анохина. Ошибка здесь Антона Новикова при обгоне лотуса, зеленого лотуса Андрея Зайца. Андрей Васильчук пытается прорваться вперед, отыгрывает позиции и проходит с Зайца. А здесь Антон Новиков исправляется и со второй попытки проходит Андрея и поднимается вверх. Рикардо Росет начинает отыгрываться, проходит в заубе Романа Щербакова. И здесь атака Игоря Котельникова уже на Романа, второго Макларена. Атака сначала не прошла в шпильке, но здесь в последнем повороте Игорь Котельников вышел чуть шире, сохранил Керс, использовал его, обошел Заубер, но Роман отлично контратаковал, использовал Керс, подошел к первому повороту на внутренней траектории и вернул себе позицию. Небольшой контакт здесь, но не критично для ни одного из пилотов. Борьба за Убером Акларена и Мерседеса Андрея Васильчука была очень яркой в этой гонке. Несколько раз пилоты сходились. Так или иначе, каждый рано или поздно ошибался, и пилоты встречались на трассе несколько раз. Сейчас Роман выходит немного широко, и этим пользуется Игорь Котельников и выходит вперед. Сейчас будет попытка атаки Андрея Васильчука на задней прямой, сразу на обоих пилотов. Андрей маленько не рассчитал свои силы, свои шансы и выбил Игоря Котельникова, которого развернуло. Сейчас мы увидим повтор этого момента. Роман также налетел на Мерседес здесь. Вот вы видите этот момент. Роман вырвался вперед, Андрей Васильчук притормозил, чтобы вернуть позицию Игоря Котельникова. Джентльменская езда. Ошибся, повредил к другому болид, спортил гонку. Подожди и верни позицию. Андрей Васильчук кинулся отыгрываться вновь. Небольшая ошибка здесь вы видите, не критично. Но при атаке на выходе из липстрима повело его Мерседес. Чемпион прошлого года ошибся, разбил свой болид здесь, повредил. Не критично также, но необходим был ремонт и замена переднего спойлера. Андрей отправился в боксы. Вот мы видим, как Антон Новиков проходит также Васильчука. Андрей отправился в боксы. К счастью, для него подходило уже волна первых пидстопов. И он потерял на этом времени не так уж и много. Стоит отметить, что и от бокса он был недалеко в этот момент. Потеря 10. Максимум 15 секунд здесь для Андрея. А Игорь Котельников чуть позже атаковал все-таки Романа Щербакова. Прошел его, но Роман сразу же, увидев это, свернул в боксы для замены резины, дабы не терять время и попробовать обойти соперника на уже свежей резине. Андрей Васильчук после ремонта в боксах вновь кинулся контратаковать, обходить соперников. Езжал за пределы трассы. Явно нервничал Андрей. Еще бы, ведь для него чемпионат начался не лучшим образом. Сельцем прошел Андрея Зайца. Рикардо Россет и Александр Анохин спорят за третью строчку на ваших экранах. Андрей Концевенко к этому моменту уже сошел с дистанции. Александр Анохин свернул в бокс и Рикардо Россет увидел, решил заехать следом за ним сразу же. Ошибся на торможении перед поворотом на пит-плейн и разбил свой болид. Гонку он продолжить смог. Честь и хвала здесь механикам Макларена, которые очень быстро смогли отремонтировать болид Рикардо. И боксы пилоты покинули практически синхронно. Стоит отметить, что судя по комментариям после гонки, Александр Анохин поставил более жесткий комплект резины. И не смог долго сдерживать Рикардо. Вскоре Россет прошел соперника и вышел на третью строчку. Это успешная гонка для Александра Анохина. Начало сезона для него было не самым лучшим. Сначала штраф с нарушения закрытого парка. Потом старт с последней позиции в Малайзии. Из-за наложенного штрафа. Вот здесь Рикардо использует Керс. Но слишком рано тормаживается. Отпускает Александра. Дабы попробовать атаковать с помощью ДРС. Уже на задней прямой после вот этой вот улитки. Александр ушел правее. Опустил Макларен просто вперед. Но тут же контратаковал. Войдя в Слитстрим. И использовав Керс. Вот сейчас вы видите по второму моменту. Великолепная контратака. Рикардо Россет недолго был позади Анохина. Сейчас мы увидим как буквально сразу после этого на старт финишный прямой Рикардо, используя Керс, смог пройти соперника из Редбула. Вот выход из последнего поворота. Пилоты поравнялись. Бок о бок. И по внешней траектории Россет смог выйти на третью строчку в протоколе. Впереди борьба фактически отсутствовала. Пилоты Феррари отстрывались от стального пелетона. Создавали отрыв, пока другие боролись между собой. И здесь вновь борьба Андрея Васильчука и Романа Щербакова. Как я уже отмечал, несколько раз приходилось с пилотом встречаться на трассе. И здесь Андрей Васильчук смог с помощью ДРС и Керс пройти соперника. Но Роман тут же буквально поехал в бокс за сменой резины. Сейчас вы это увидите. Да, вторая волна пикстопов. И Роман заезжает. Ошибка Андрея Корнеева. Lotus Renault Grand Prix. Команда неплохо начала чемпионат. Но потом Илья Гусь, заработавший подиум в предыдущей гонке в Малайзии, перешел в состав Ferrari. Заменив Илью Зайцева, который на гонках отсутствовал пока из-за собственных проблем с интернет-связью. И Илья Зайцев перешел на место Ильи Гусь в Lotus Renault. Сейчас вы видите борьбу Корнеева и Котельникова. Это уже вторая половина гонки. Борьба внутри очковой зоны за шестую строчку. И Андрею Корнееву сначала удался обгон. Он воспользовался ошибкой Игоря. Более широким выходом. Будет между ними сейчас вы увидите контакт. Ну, вина, я считаю, лежит обоюдная на пилотах. Потому что, посмотрите, здесь широко выходит Илья Котельников. И тут же прижимается к правому боковому понтону пилота Lotus Renault. В то же самое время Андрей Корнеев пошел на риск. Ну, все-таки обошел соперника. Здесь его вина, может быть, и есть, но минимальная в этом моменте. Однако на следующем круге буквально он ошибся. Его развернуло. Удалось обойтись без повреждений болида. Но позиция была упущена. Самый конец гонки. Последний круг. Роман Щербаков пытается атаковать Андрея Корнеева. Андрей перекрещивает. Улитки по внешней траектории обходят соперника. Браво! Стоит отметить, что впереди, перед этим, обоих обходил на круг Дмитрий Мелькин на Феррари. Но Роману Щербакову это сыграло, скажем так, не в пользу. Ошибка. Ошибка Андрея Васильчака. Еще одна потеря переднего спойлера. Это был 30-й круг. И вот мы видим финиш. Дмитрий Мелькин. Феррари F-150. Поигрывает. Дублем в команде обеспечивает Илья Гуси. Третьим финиширует Рикардо Россет. Ситуация в чемпионате такова, что Феррари лидирует в Кубке конструкторов. Дмитрий Мелькин в личном зачете. Илья Гусь на второй строчке. И сейчас, после гонки, пилоты празднуют этот результат. Вместе с пилотами Феррари Андрея Корнеева. Все трое тренировались перед гонкой вместе. Мы приносим свои извинения за не самое высокое качество видео. Обзор делали Илья Гусь и Дмитрий Мелькин. Специально для третьего номера скоростного вестника журнал simracemaster.kme.ua